Уникальная в своем роде выставка открылась в Белгородском художественном музее. Это образцы российского медного художественного литья 16-20 веков. Все предметы – часть собрания одного белгородского коллекционера. Выставляются они впервые. История некоторых экспонатов в сюжете Андрея Москалика. Медное литье пришло на Русь из Византии. В Киеве находились крупнейшие мастерские. Однако даже в маленьких городах археологи находили кресты и ювелирные изделия. Эта выставка уникальна, потому что здесь представлено медное литье российское культовое. Представлено как традиционная русская икона. Очень много старобряческих изделий, причем русского севера, Урала, Москвы. Кресты, складни, иконы. Экспонаты различны по своим художественным достоинствам. Это и оригинальные с точки зрения иконографии предметы, и массовые ремесленные отливки, рассчитанные на широкий рынок. В 18 веке центром художественного литья стал русский север. Старобряцы уже лили. Правда, не доказано как. Они брали чагу. Чагу знаешь, что это когда? Березовый гриб. Резали ее. Форму туда нагревали, вставляли саму форму, а обгорало. Потом заливали, хватало на одну-две-три зелена. Церковная утварь старобрядцев-поморцев стала основой экспозиции. Особенности их учения отразились в выборе формы крестов, а имена восьмиконечных с изображенным наверху спасом нерукотворным и надписью «Царь славы Иисус Христос, Сын Божий». Позже, уже в литейных мастерских по всей России, повторялись поморские образы. Ведь для старобрядцев, которые подвергались огонению, церковь была в самом себе. Для них главное было служение Богу, а не собственное тщеславие. Нужно было оставаться безымянным, потому что преследовались, особенно при Петре, при Николае Первом. Поэтому редкий, как и язык он подписан. Однако в коллекции есть несколько предметов с буквенными пометами, четыре из которых принадлежат московскому мастеру XIX века Родиону Семеновичу Хрусталеву. Созданные им произведения, отмеченные монограммами М.Р.С.Х., известны с начала 1870-х годов. Отдельно стоит отметить и икону Никиты Бесогона. Это один из самых старых образов, отлитый в конце XVII века по иконографии XIV. Выставка будет особенно интересна для людей, увлекающихся историей русского православия, и продлится целый месяц. Андрей Москалик, Дмитрий Боев. Новости мира Белогория. Новости мира Белогория. Продолжение следует...